Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. Студия «Радио Болтком», программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас на связи уже из дня в Новосибирске, как я понимаю, Тимофей Кулябин. Режиссер, главный режиссер Новосибирского театра «Красный факел». Доброе утро. У меня утро, а у тебя уже день, наверное, да? Добрый день, да. Спасибо большое. Я сегодня вышла из дома. У нас тут такое подморозило, и немножко сухой снег лежит, что для Латвии редкость. В принципе, бывает, конечно, хорошие зимы. Но я вышла и думаю, это, наверное, потому, что у меня сегодня с тобой связь в Новосибирском. У вас там как сегодня погода? У нас тут прекрасно. Снег лежит, минус 15 градусов. Все, как и должно быть в Сибири. В декабре. Да. Скажи, пожалуйста, недавно увидела в новостях как раз, что театру «Красный факел» сто лет. Совершенно верно. Отмечали вот на днях, я так понимаю, да? Ну, как могли. Это, конечно, все потому, что в высеченном режиме из-за пандемии. То есть у нас должно было быть празднование еще в апреле с огромным количеством гостей, с приглашенными со всей России, в общем, из-за рубежа. Но вот сейчас вынуждены были, так сказать, в узком семейном театральном кругу. Мы и чиновники. То есть вы показали, кто кем гордится, да, я так понимаю? Кем надо гордиться городу Новосибирску? Совершенно верно. Скажи, пожалуйста, а вообще как настроение? У вас продолжаются как-то работы? Потому что вот здесь у нас театры по-разному сейчас существуют. Где-то продолжаются репетиции. Кто-то вот в Литве до последнего времени еще репетировали, выпускали спектакли «Премьеры онлайн». Там очень интересный выбрали осенью вариант, что театр репетирует, 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 а потом «Премьеру» делает в стриминге, и они ее играют, и как бы сохраняют ее на после вот этого всего. Ну, то есть как бы, чтобы потом уже можно было бы играть эту «Премьеру». То есть не отменяют репетиционный процесс, так чтобы театр не уходил совсем. У вас как все это происходит сейчас? У нас гораздо мягче все это, поскольку у нас театры не закрыты. Более того, вот в Новосибирске, в частности, нам разрешена 50-процентная рассадка зала. В Москве, допустим, в Петербурге 25, у нас даже 50, да, у нас мягче. Вот. Мы репетируем, спектакли выпускаем. Другое дело, что нам приходится часто очень делать вводы в текущий репертуар, потому что, ну, периодически кто-то заболевает, да. и либо делать, ну, замены спектаклей, то есть какой-то спектакль не можем сыграть, опять же, по причине болезни, ставится другой или просто отменяется. Ну, то есть это, в принципе, такая каждодневная работа, мы смотрим на неделю, и что мы на этой неделе можем сыграть, что не можем сыграть. То есть у тебя, как главного режиссера, много работы сейчас? Абсолютно. У меня ощущение, что я заведующий госпиталем. Ой. Ну, и я... Поэтому мы работаем, работаем, репетиции идут, премьера вот должна выйти в конце декабря, то есть это все гораздо мягче, чем в Европе здесь. Угу. И я как раз тут думала о том, что все-таки в традициях как-то относиться к театру, как к театру-дому, ну, то есть это такая ваша большая семья, тем более у вас в красном факеле, мне кажется, ваши вот гастроли за последнее время, они вообще сплотили очень коллектив, потому что гастроли, они объединяют, конечно, людей, общая работа объединяет, и, конечно, на тебе еще лежит какая-то ответственность, и на тебе, и на директоре театра лежит ответственность просто за людей, за то, чтобы, ну, помогать в этой трудной ситуации, кто заболевает или что-то еще. Это помимо, наверное, того, чтобы делать регулярную работу в театре, вы же заботитесь еще о людях, то есть это, наверное, просто огромная большая семья, с которой приходится проводить много времени сейчас. Ну да, так и есть. Нам уже приходилось, мы открыли сезон, когда мы через две недели закрылись на 10 дней, потому что у нас было несколько положительных тестов в театре, мы полностью закрылись, но надо сказать, что нашему примеру последовали все остальные театры Новосибирска, и буквально через через несколько дней другие театры тоже начали закрываться там тоже на неделю, на две, поскольку как бы это наше персональное решение, поскольку власти городские, как бы они не предписывают нам там закрываться, не закрываться. Мы должны выполнять как бы наш план, наше задание, так скажем. Вот. Они на себя эту ответственность не берут, эта ответственность целиком и полностью уходит на руководителей театра. Ну вот, конечно, когда стоит вопрос о здоровье, актеров и зрителей, конечно, мы закрываемся, никаких вопросов быть не может. Ну хорошо, мы обсудили сейчас с тобой основные вопросы, как вы живете, как вообще театр живет в нынешних условиях, потому что это самая всегда волнующая всех тема, а как у вас, а как у вас, все всегда встречаются, обмениваются этим таким непростым опытом. Давай мы все-таки поговорим сейчас о тебе. Почему я тебя позвала, почему тут очень многие люди ждут этой встречи нашей с тобой, этого разговора. Я могу сказать, что весной как раз вот просто буквально перед закрытием всего, что закрылось у нас, хлопнулось тоже в середине сентября, в Большом кинотеатре Splendid Palace был показан, была показана запись спектакля «Онигин», твоя, который получил золотую маску несколько лет назад. Тот спектакль, который вывел тебя, мне кажется, вот ну какой-то такой уровень, после которого ты стал знаменитым, да? Скажи мне честно, вот это тот спектакль, после которого ты стал знаменитым, твое ощущение. Ну да. Да, ну вот. И после этого «Онигина» здесь очень многие люди и любители театра, и зрители, очень многие стали о тебе говорить и интересоваться. И в латышском театральном журнале, вот как журнал театра, здесь в Латвии есть такой театральный вестник, вышла про тебя статья, Анна Банусикевич написала, ее перевели на латышский язык, потому что очень большой интерес к тебе как к режиссеру и к твоему театру «Красный факел», к тому, что вы делаете. И давай мы об этом поговорим. Скажи мне, пожалуйста, ты же вырос в этом театре. То есть это твой «Красный факел» самого, как бы сказать, как ты себя помнишь, правильно я понимаю? Ну да, где-то там с 14-13 лет вот мы переехали в Новосибирск жить, и я, да, находился в этом театре регулярно. Ну такой осознанный, когда возраст начинается, ты уже был все время в театре. И твой выбор профессии, он был, потому что, ну, как бы это твой мир, в котором ты рос, жил, ты все в этом понимаешь. И поэтому ты так рано стартовал, мне кажется, потому что для тебя это такая, ну, нормальная жизнь, тебе не нужно было в нее входить и понимать условия существования театра. Да, верно, да. Скажи, пожалуйста, твой учитель Олег Кудряшов, что ты можешь сказать про ГИТИС и про этот опыт? Ты поступил уже, ну, как бы сказать, не совсем юный, или в каком, в каком возрасте ты поступил и пошел учиться на режиссуру? Ты понимал, что и зачем тебе нужно? Да, ну я был юный, я был самый молодой. Так. Да, и поступивших мне 16 лет было. Вот. Но мне дико повезло, что это был именно Олег Львович. Во-первых, он, в принципе, совершенно без предвзятости относится к молодым абитуриентам, которые поступают на режиссуру. У него очень много молодых учеников. Вот. Это, с одной стороны. С другой стороны, он, конечно, великий педагог. Просто это мнение не только мое, и моих сокурсников или учеников Олега Львовича, это абсолютно всеми признанный факт, что Олег Львович действительно умеет выращивать прекрасных и актеров, и режиссеров, и дает, в общем, профессию, и дает понимание, и дает, самое главное, как бы современный взгляд. Да, он очень много, помимо того, что сам просто ходит, смотрит и знает про современные театры, нас заставлял этим заниматься. То есть, плюс ко всему, как бы это тот педагог, который умеет раскрыть индивидуальность студента. Он, вот как сказать, он не учит всех одинаково, да, он учит всех, каждого своему, да, то, что человеку нужнее или то, что более ему, да, развивает те таланты и навыки, которые от природы даны, поэтому у него такие сильные ученики. Я дико рад и счастлив, что я поступил к Олегу Львовичу. То есть, такая ручная работа по отношению к каждому, да, индивидуальная ручная работа с каждым отдельным студентом, с каждым учеником. Да. Я просто помню, что когда был фестиваль НЭТ, у меня в Москве еще первая половина двухтысячных, курс Кудряшова всегда приходил целым списком. Ты, наверное, тоже был среди них. Да. Скажи, пожалуйста, а вот те ребята, которые потом стали работать в Театре нации, это твои однокурсники или вы параллельно учились? Там, где Юля Пересиль, Паша. Да, это все наш курс. Юля Пересиль, Паша Акимкин, Рома Шаляпин, Женя Тульчинский, Женя Ткачук. Ну, все, все. Вот мы бригада, банда такая целая, да. Ну, то есть, у вас, у тебя еще, вот, у тебя на тот опыт, который был в Новосибирске, в Красном факеле, потом вот совсем, совсем, так сказать, юный, на тебя наложилось вот это вот счастье еще в учебе в ГИТИСе у Кудряшова, да? Счастья, открытия много и очень талантливые сокурсники. Да, да, пожалуй, так. Скажи, пожалуйста, тогда я спрошу тебя про то, с чего ты начинал, вот твой самый первый спектакль, который ты помнишь в Красном факеле, который для тебя вот важен был, когда ты понял, что ты можешь? Ну, мой самый первый спектакль был по повести Пушкина «Пиковая дама», и тогда мне просто посчастливилось, потому что роль графини сыграла народная артистка СССР Анна Яковлевна Покиченко, такая большая очень актриса, легенда города, легенда Красного факела, которая, в общем, до последних дней выходила на сцену, блистала, вот, это была тогда моя первая работа, и вот сразу с Анной Яковлевной, вот, потом был еще ряд работ, ну, вот, может быть, так, как, действительно, первые мои работы, они еще все-таки находились в... я еще просто занимался, наверное, освоением, да, сцены, большой сцены, композиции, это еще было во многом, наверное, ученические, хотя они тоже замечательные, даже некоторые из них еще до сих пор в репертуаре, там, с 2008-2007 года, ну, вот, наверное, Онегин, пожалуй, стал действительно переломной работой для меня и для театра, потому что там все-таки я, ну, как-то по-другому осмыслил свою профессию и все-таки уже не таким не ремесленничеством начал заниматься, а уже как-то придумыванием своего языка собственного, да, своих приемов каких-то, наверное, вот так. Скажи, пожалуйста, а вот как молодому режиссеру, вот ты возвращаешься в театр, потом ты вырос, и делаешь спектакль со самой знаменитой актрисой, у которой огромный опыт, жизненный путь, свое понимание театра, и тут приходишь, ты такой молодой человек, ты должен ей командовать. У тебя как сложились эти отношения, как они на тебя, может быть, повлияли, ведь ты же тоже, наверное, от нее очень многое взял тогда. Да, ну, я не могу сказать, что я командую, в принципе, это не мой стиль вообще, я, как правило, с актерами работаю очень аккуратно, и им со мной очень комфортно, я никогда не насилую ни актерскую природу, ни что-то там такое, значит, да, выкручиваю актеру, аппарат его нет, я думаю, что я очень бережно отношусь к актерскому аппарату, и, в общем, мне никогда не приходилось там воевать с кем-то или подчинять свои воли, и в том числе и с Анной Яковлевой мы как-то сразу договорились, как это должно быть, ей стало интересно, в общем, и дальше было только, ну, со-творчество, то есть я все-таки актера, актер для меня важная фигура с точки зрения, как бы, со-авторства, да, я зачастую что-то могу поменять изначально, потому что увидев актера и поняв, что там у него что-то по-другому как-то смыкается, или работает с ним материал, или роль, я могу поменять, в общем, вполне себе рисунок роли или там часть замысла, исходя из индивидуальной природы актера, для меня это вполне нормально. Ну, скажи, а это вот как раз тебе помогло то, что ты учился у Кудряшова, который очень тоже так внимательно относится к каждому, и ты у него это взял, и теперь это тебе помогает в дальнейшей жизни, вот такое внимательное отношение к индивидуальности каждого. Или это просто в тебе было заложено, как вот тебе самому кажется, или это просто в тебе заложено такое внимание каждому отдельному артисту и пониманию того, что артист, в общем, выходит на сцену, и спектакль работает уже там один. Ну, я думаю, это изначально есть такое понимание у меня. Олег Львович, конечно, поспособствовал этому, хотя он на самом деле, он очень часто именно ругал нас за то, как мы работаем с актерами, да, как вот, как, что мы должны правильные формулировки, мы должны правильно ставить задачи, мы должны там, он этому тоже учил, но это все-таки вещь, я так скажу, это индивидуальная вещь, да, я думаю, что это, это в принципе навык такой слабо тренируемый, это уже вот, ну, как в жизни, как общение, да, у всех разный стиль, у всех разная манера работы и общения, поэтому это, я думаю, это индивидуальные качества режиссера. Совершенно не обязательно, что этот путь самый прекрасный, да. Ну, просто у тебя... Раном и всем, чем угодно, всегда вопрос, как бы, художественного результата, он важен, да, уж какими способами, так сказать, лаской ты это делаешь или, или кнутом, это мало, мало кого должно волновать, да. Скажи, пожалуйста, вот смотри, мы говорим о том, что Онегин — это 2012 год, да, то есть вот ты закончил в 2006 или 2007, я помню вот этот курс, да, то есть ты набирал пять лет практически, и вот через пять лет ты выдал какой-то первый свой новый, ну, новый какой-то уровень занял, да, но ведь я посмотрела, и ты параллельно занимался музыкальным театром тоже. А почему у тебя такое влечение к музыкальному театру? Вот причем, вот как бы нас на старте, я посмотрела, у тебя князь Игорь был еще даже до Онегина сделан в Новосибирске. Был надолго до Онегина. Ну, так просто сложилось, во-первых, опять же, Олег Львович, он очень любил музыку, мы делали в институте и оперные отрывки даже, несмотря на то, что это драматически, это не оперный факультет, Олег Львович нас всегда к музыке, любовь к музыке прививал, и к музыке не просто как музыку включили там что-то, а к музыкальности мышления, да, научил как, что режиссура во многом строится по законам музыки. Вот, это с одной стороны, с другой стороны музыкальный театр, ну, я попал туда, на самом деле, очень случайно первый раз здесь, это был действительно случай, меня пригласил Борис Михайлович Мездрич, который тогда был еще, у него был первый его срок в Новосибирской опере. Он знал меня, ходил в «Красный факел», как бы он меня давно знал, а так случилось, что спектакль этот «Князь Игорь» другой режиссер начинал ставить незадолго до этого, но там по разным причинам работу продолжить не смог, были готовы уже как бы декорации, костюм, то есть концепция была, вот, и он позвонил мне, сказал, заходи в театр, я зашел, он говорит, ну вот, есть вот такая концепция, ты же еще опера не стала, я говорю, нет, хочешь, я подумал, ну, это же не моя концепция, правильно, поэтому даже если не получится, больно не будет. В результате, вот таким образом у меня произошла первая премьера в оперном театре, художник был совершенно прекрасный, Борис Гриневич, покойный уже тогда главный художник, очень известный главный художник Новосибирской оперы. Насколько я знаю, этот спектакль до сих пор в репертуаре Новосибирского театра оперы и балета. Несмотря ни на что, несмотря на все изменения. Несмотря на все мои сложные взаимоотношения с этим театром, этот спектакль до сих пор в репертуаре, но что, в общем, неудивительно, потому что здесь, особенно в Сибири, огромный спрос на русскую оперу, то есть здесь какие-нибудь Моцарты сходят быстро, а вот все аванщины Бориса Годунова и князя Игоря здесь идут годами, десятилетиями, потому что такой спрос именно на национальную русскую оперу. Именно, ты думаешь, это из-за музыки или из-за силы? Да. Именно музыка? Во многом из-за музыки, да, потому что, не, я просто это наблюдаю, знаю, там действительно какая-нибудь выходит, ну, я не знаю, какая-то волшебная флейта, она пять раз проходит и все, а вот Евгений Онегин идет 50 лет здесь, то есть это, видимо, все-таки спрос на музыку, да, русскую, не знаю почему, это вот именно в Сибири такая вот вещь. Такое совпадение эмоциональное, да, у публики и у музыки. Хорошо. А тогда еще следующий вопрос. Вот смотри, мы дошли до какой-то точки, когда я вижу, что у тебя проба там, понимание того, что ты делаешь, но параллельно в этот же примерный период ты попадаешь в Театр нации. И первая твоя постановка – это твои однокурсники, это Юля Пересиль, правильно? Да, Электр, там Юля Пересиль, Лена Николаева, да, они обе играли Электр, да. Да, это была твоя первая постановка в Театре нации, после чего ты регулярно ставишь там спектакль. Да. У тебя там какая-то одна параллельная жизнь идет в Театре нации, в котором ты тоже после Электры, которая была довольно такая очень визуально, я бы сказала, очень современно решенная, ты ставишь «Сонеты Шекспира», это был такой особенный какой-то спектакль, мне кажется, ну вот судя по тому, что, потому что я уже редко тогда что-то видела, я помню, что, но я всегда читала, что происходит, мне было всегда очень интересно. И после «Сонетов Шекспира» у тебя там начинается Иванов, да, и параллельно ты уже идешь в Большой театр. Да, уже был Большой театр на тот момент, да. Ну, давай мы сейчас вернемся немножко тоже назад, потому что, мне кажется, тогда Большой театр — это было такое очень яркое выступление директора Владимира Урина. Это у вас были договоренности, уже все, но в тот момент случилась вот эта какая-то невероятная катастрофа с спектаклем «Тангейзер». Ну, на мой взгляд, это там была просто культурная катастрофа, то, что тогда это случилось. И Владимир Урин тогда очень громко сказал, что у него планируется премьера твоей работы. Я помню это очень хорошо, потому что это было озвучено как раз в самый момент вот этих вот скандалов, разборок и всего остального, выступлений Мединского против тебя и против Мездрича. И это была такая очень серьезная, профессиональная, мне кажется, солидарность высказана. Ну, я ее тогда так оценила, что все-таки сообщество понимает, что ты очень серьезный и важный режиссер и делаешь очень интересную работу. И это как бы проявление большим театром, что мы продолжаем эту работу, мы ее делаем. Что для тебя была тогда вот эта работа в большом после Тангейзера? Ну да, во-первых, ты права, я действительно был акт такой поддержки, притом просто Владимир Георгиевич действительно это очень, как сказать, вовремя обнародовал, потому что, конечно, уже давно это было понятно, у меня уже макет был сдан, все еще до Тангейзера уже мы про Дон Паскуали уже знали и понимали, что он состоится, уже кастинги прошли и так далее. Просто не всегда говорится, да, понятно, что в таких театрах, как Большой, все планируется за четыре года вперед. Поэтому просто приходит время, когда планы обнародоваются. Но для меня это была важная работа. Во-первых, это была моя тогда, наверное, ну вот не считая князя Игоря и Тангейзера, я не помню, я к тому моменту уже в Германии поставил оперу или она была? Нет, она попозже была, через год. Ну вот, и, конечно, Большой театр. Ну, мне очень повезло на самом деле, потому что у меня совершенно прекраснейший ассистент режиссера, там были и концертмейстеры, и помрежи. Вообще я себя ощущал довольно комфортно, я не знаю, существует, наверное, какой-то такой миф, не миф, а о том, что Большой театр, там могут тебя что-нибудь съесть или там не съесть. И косточки не выплюнуть. Да, выпить тебя или что. Вот, я должен сказать, что ничего подобного, абсолютно современно организованный, с очень хорошим менеджером современный театр. Никаких проблем там вообще не было, у меня ни взаимоотношений, ни с кем. И я, как сказать, уже с большой, с большим трепетом вернулся. Вот «Русалку» когда делали, следующая моя работа, я уже, на самом деле, в театр, в Большой-Большой театр заходил как домой. У меня есть три театра, в которые я могу зайти как дома, да, это вот «Красный факел», «Театр нации» и «Большой театр». Везде, и я там всех рад видеть, и меня рады, и мне, в общем, довольно комфортно, творческие, никаких ограничений, нигде ничего этого быть не может. Вот, поэтому это такая для меня, ну, конечно, важнейшая работа, несмотря на то, что это, в общем, комическая, это опера буфа, как сказать, да, это легкий жанр, не имеет никакого значения. Важно, что работа состоялась, и уже вот, да, за ней последовало что-то дальше там. Скажи, пожалуйста, в этот же период, 15-й год, ты выпускаешь «Три сестры» в «Красном факеле». Да. Вот 15-й год начинается с этого дикого, безумного скандала, надуманного абсолютно. До сих пор, по-моему, никто не понимает, зачем это надо было все сделано. Понимаешь, там было много каких-то причин, не связанных даже с искусством вообще. И ты выпускаешь «Три сестры» в «Красном факеле», которые становятся одним из самых востребованных спектаклей на гастроли. Вы с ним путешествовали где? Я сейчас ничего не вспомню, но самое главное – это венский фестиваль искусств «Венафествохен», это вот после чего у него, ну, как бы очень мощная пошла международная карьера. Понятно, там у нас была территория вначале в Москве, была «Золотая маска», было в Питере, но вот касаемо зарубежных, вот «Венафествохен», потом у нас был… Это был фестиваль, который, да? Когда Марина была Давыдова. Когда была Марина Давыдова и Маркус Хинтахойзер. Вот, потом был, ну, из важных был в Сибию, Афины, был, может быть, один из самых важных – это в Адеоне. Мы открывали сезон в Парижском Адеоне, и 10 спектаклей подряд мы сыграли, там очень много народу побывало, 10 спектаклей, да. Ну, как, это было открытие сезона Парижского Адеона. Вот, то есть, как продукция уже Адеона была. Вот, потом еще было Токио, был Сюрих, был Берлин, в Берлине очень хорошо гастроли прошли, в Женеву была, был, была Тулуза. Ну, много. Вот я даже сейчас все… Потому что я сам уже не везде ездил. Ну, вот такой вот… Еще очень много просто перенеслось, отменилось из-за, опять же, пандемии. Вот мы не доехали до Кореи, до Сеула, но должны будем доехать в следующем, наверное, году. Ну, еще какие-то там… Ну, длинная судьба у спектакля. Пять лет такой активной жизни. Он, да, он игрался… Он дома игрался очень мало. Если посчитать, сколько раз мы его сыграли в Новосибирске и сколько раз мы его сыграли не в Новосибирске, то, наверное, в Новосибирске, ну, одну десятую часть. Здесь было сыграно, все остальное. Он играется где-то, где-то по миру. Он такой абсолютно у нас, как сказать, экспортный товар. Скажи, пожалуйста, потом я была на твоем показе в Москве, когда вы привозили процесс. Это было, ну, довольно такой жесткий спектакль, и было ощущение, что это просто ты как-то избавился от того, что с тобой случилось на Тангейзере? Или что для тебя это все было? Такая… У меня было ощущение какое-то, знаешь, когда люди хотят как бы закрыть для себя какой-то кейс, они просто иногда что-то делают такое, что для них уходит вместе с этим высказыванием. Ну, может быть, отчасти. Я не берусь так вот сто процентов заявить, что я поставил, чтобы закрыть гештальку по Тангейзеру. Наверное, это имело, эти мотивы имели смысл, но тоже вот как-то ни странно. На самом деле, я очень давно хотел поставить роман с Францем Капкиным. Я его люблю очень, книгу эту, задолго до всех вообще историй, до Тангейзеров, до всего. И я даже планировал это сделать в «Красном факеле». И вот когда надо мне было решать, что делать заново, я вдруг вспомнил, что действительно ведь у меня вот эта идея есть по поводу процесса, а сейчас как бы после Тангейзера, да и вообще, в принципе, как бы понятно, там еще седьмая студия не началась, но как-то в воздухе, в общем, было понятно, что тема, да, тема суда, это ближайшая наша тема вообще на ближайшие наши годы. Видите, как оказалось действительно так. Вот, поэтому я просто понял, что действительно это хорошее название, которое сейчас ему время. Внешне, как бы, я для себя говорил, что это никакого отношения к Тангейзеру не имеет, но хочешь не хочешь, оно все равно имеет просто, потому что понятно, что бесконечное дело абсурдное, да, которое из человека высасывает просто всю жизнь, подчиняя его своей бюрократической бесконечной бессмыслице, там все равно это есть. Ну да, опыт у тебя все равно этот был в жизни, ну вот, как бы, рассказывание в стенку, как я понимаю, что бы ты ни говоришь, все равно это никем не воспринимается никаким образом. То есть одна сторона не в состоянии, как бы, переубедить вторую. В этом самая большая проблема, как я понимаю. Но я хочу сказать, что я помню тот спектакль, и вот эта твоя работа с видео, она там была очень интересно придумана и сделана, там, когда ты делаешь приближение, когда рассматриваешь какие-то предметы, когда следишь за героем. Вообще в твоих спектаклях видео играет большую роль, насколько я понимаю, да, так вот работа с другим планом, как бы, когда ты рассматриваешь актера вблизи. Ну, по-разному. Я не могу сказать, что я этим пользуюсь регулярно. Нет, скорее, может быть, вот не сколько прям видео-видео, сколько медиа. Ну, вот, допустим, у меня вот была одна из таких вот работ в Сюрихе, была в Шауш-при-хаусе Нора или Кукольный дом. Даже привозили в Питер его на Радугу за фестиваль. Там важная медиа, там было четыре героя, и у них было мобильные телефоны, которые выводились на огромный экран, и они пьесу разыгрывали практически в этих телефонах. То есть они текст не говорили, а печатали смс-ками. И мы видели приложения, которые они открывают, там, их фотоальбомы, то есть вот медиа, которая рассказывает мне, как бы, про героя через, да, его мобильный телефон, через экран его мобильного телефона. Вот сейчас я в Берлине пытаюсь все выпустить спектакль, который переносится бесконечно, понятно. Там тоже важная часть видео, потому что один герой подглядывает за другим, как бы, да, он устанавливает камеру, у него есть микрофон, и он, как бы, командует, один герой командует другим героем, что ему говорить, куда, что ему делать, куда пойти. Это по пьесе Стринберга «Фрекенжулик» будет спектакль. То есть, может быть, видео не как спор вот с киношной, да, штукой, не как конкуренция с кино, а именно медиа, потому что современные средства связи, ну, как бы, они в нашей жизни, понятно, что экран мобильного телефона уже, ну, как это уже, да, действительно портрет твой, мы все время привязаны к этой виртуальной реальности, мы в ней все время находимся, поэтому, может быть, вот это до какой-то степени сейчас предмет для меня изучения, и в этом смысле тут там не важно, камера не камера, просто в спектакле «Процесс», про который ты вспомнила, там была очень придумана простая вещь, там было придумано, что это мир, в котором нет письменности, и люди не могут ничего записать на бумагу, а поэтому они бесконечно записывают все на видеокассеты какие-то, поэтому вместо зеркал тоже стоят камеры, вместо блокнота у тебя тоже все время камера, то есть ты все время, все время все записываешь на пленку, на некую пленку, и все вязнет, в конце концов, да, неважно, уже непонятно, на что, но там тоже просто было как бы оправдание этому ходу, потому что, ну, вот. Скажи, пожалуйста, твоя первая зарубежная постановка, это как раз в Опертале, ты поставил там регалет. Регалетовый ордидан. И это была долгая, естественно, подготовка тоже, выпуск был в семнадцатом году, я посмотрела, и я помню, как, по-моему, мы с тобой в шестнадцатом летом виделись в Авеньоне, ты как раз готовился к этому, я помню, что я за тобой смотрела, как ты все время сидишь в интернете, ищешь какие-то референсы, каких-то людей, исполнителей слушаешь, что-то еще, но это какой-то очень длительный процесс работы над спектаклем. Он тебя занимает целиком, да? Да, да, конечно. Но при этом, при этом ты параллельно уже готовишь еще какие-то работы. Как вот ты можешь, ну, как бы мне всегда было интересно, ведь у тебя все спектакли, они все очень особенные. Нельзя сказать, видно, что это твоя работа, видно твой почерк, но при этом у каждого есть какая-то очень особенная история, которую ты придумаешь, и ты параллельно работаешь над несколькими спектаклями. Вот как для слушателей, которые нас сейчас слушают, как у тебя получается вот так параллельно свои эмоции, ум, мысли, идеи, вот как-то так делить между разными проектами? Это раздвоение-растроение твоей творческой личности. Ну, надо сказать, я просто этому сам себя научил, то есть, я просто понимаю, что в том графике, даже не в том, что график какой-то очень плотный, а просто, ну, те названия и те театры, в которых я работаю, они требуют, конечно, огромной подготовки. Эта работа задолго начинает вестись, неважно, по оперному или по драматическому спектаклю, но я просто себя научил этому делать, то есть, раньше была проблема для меня, я не мог, я мог только думать над чем-то одним, но теперь я уже понимаю, что такой возможности нету, я вот как тренингом просто, я знаю, что у меня в понедельник я занимаюсь Верди, во вторник я занимаюсь горьким, в среду я занимаюсь Стринбергом, вот у меня есть папка, папка на каждый спектакль большая, и я вот какую папку я сегодня с собой беру, да, или открываю, иногда бывает, что в день, так сказать, до обеда Верди, после обеда горький, но просто, так сказать, это, на самом деле, это тренинг, вот это, вот этому научиться можно, это самодисциплина еще такая серьезная, как я буду, расслабляться не успеваешь, и плюс еще твоя работа главным режиссером в театре, такой капитан-капитан корабля, вижу. Ну вот, хорошо, ужасно хочется, чтобы ваш театр доехал до Риги, очень хочется, чтобы это случилось живую, потому что я уверена, что здесь у тебя уже очень много поклонников, и многие за тобой следят, и читают, и как только появляется что-то онлайн, тут же смотрят онлайн, я так понимаю, что какие-то европейские фестивали, иногда показывают записи, сделанные на твоих гастролей, и можно поймать онлайн-показы, я очень желаю, чтобы не болели никто у тебя там в театре, чтобы твоя работа шла, юбилей хороший, я знаю, что вы готовите большую работу «Мой красный факел», да, это вся история вашего театра, рассказанная через людей, я тебе желаю с этим, ну, какого-то, какого-то большого тоже успеха и интереса, и очень тебя ждем, приезжай, было бы здорово. Удачи тебе со всем, со всеми твоими проектами параллельными, понедельничными, вторничными, утренними, вечерними, со всем, и привет, привет театру и своим родителям, своей семье. Обязательно. Спасибо тебе большое. Да. Вы слушаете радио Болтком.